Здание Восипугля в центре города, рядом с Тихвинским сквером, знает почти каждый иркутянин. Его построили в 1949 году. И несмотря на историческую значимость, оно не является памятником архитектуры. Сейчас его реконструируют. Собственник планирует сохранить прежний облик здания. Особую ценность имеет горельеф. Для этого специалисты при помощи современного оборудования его отсканировали, а затем на компьютере создадут 3D-модель, точную копию. Выдадим результат, чтобы потом заказчик мог с ней делать, ну, воссоздавать в таких видах, каких он хочет. Либо маленькую модельку, либо, собственно, один к одному масштаб сделать. Это важно, чтобы воссоздать максимально точную модель. Для этого и создают с геодрическим оборудованием, которое дает высокую точность этих марок. То есть марки определяются с точностью за сантиметр. Чтобы точно зафиксировать горельеф, по словам специалистов, им пришлось сделать около тысячи фотоснимков скульптуры. Такая техника позволяет передать настоящие размеры объекта. При этом погрешность большой конструкции может составлять всего пару сантиметров. Отсканированную модель горельефа планируют разместить на территории Тихвинского сквера. Сотрудники компании, учитывая мнение иркутян и уважительно относясь к истории города, приняли решение сделать все возможное для того, чтобы сохранить этот кусочек истории и ни в коем случае не утратить его, чтобы потом в дальнейшем была возможность воссоздать в совершенно любом масштабе и объеме горельеф. По проекту у здания появится четвертый этаж. Его выполнят в том же архитектурном стиле. Всего работы по реставрации продлятся три года. А после здесь откроют пятизвездочный отель, рестораны, кафе, спа-комплекс и тренажерный зал. Территорию вокруг тоже облагородят. Появится подземная парковка. Инициатива по реконструкции здания принадлежит компании «Н-Плюс», основанной промышленником и меценатом Олегом Дерипаской. Малена Мартынова, Иван Прокудин. Новости. Сейчас.